привет дорогие мои люди сегодня у меня видео которое давно просили у меня периодически такие раньше видео выходили про квартира в стокгольме но уже полгода у нас такой рубрики не было поэтому давайте еще раз посмотрим что у нас тут на продажу такого красивенького и это видео я делаю вместе с девочками из эдинбурга из шотландии они у себя там вам будут показывать квартиры на продажу в шотландии и мы друг на друга ссылку дадим под этим видео на деянию я знаю еще с инстаграмом такие амбассадоры эдинбурга в инстаграме надя с урала они из сибири и их занесло в столицу шотландии и кроме инстаграм у них вот youtube канал который они развивают они там и по городу вас поводят и повозят по шотландии покажут быт расскажут историю очень душевно и очень лично я вы знаете несколько раз он рекомендовал другие каналы и вот они вот с душой все у них есть съемки еще с дрона и в пандемию они начали может и до пандемии но в пандемии они начали собирать такие скотиш-боксы коробки которые они посылают по всему миру с шотландскими шалями этими клетчатыми какие-то разные вкусные штуки шотландии как такой сувенирный подарок кусочек шотландии к вам может улететь и сегодня они вам не только покажут сайт недвижимости но еще по идее обещали мне что зайдут в настоящую квартиру 19 века типичную для 19 века мы посмотрим ссылка на их видео в описании моего ну а в стокгольме я вам покажу три квартиры которые между собой немножко похоже чем метражом будет квартира в старом городе 100 квадратных метров кстати девочки из единбурга тоже сотки берут специально чтобы какой-то у нас общий такой знаменатель был покажу еще квартиру которая под стокгольмом но в хорошем районе недалеком но спальной и совсем далекий район вот на конечной станции метро максимально простой район покажу и там квартиру на 100 квадратов квартира на 100 квадратных метров это не стандарт то есть не то что это 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 хороший метраж квартиры то есть большинство квартир они поменьше даже если это четыре комнаты обычно это 80 90 метров семьи с детьми где двое трое четверо детей обычно живут от 60 до 90 квадратов в этих квартирах квадраты в швеции считаются вместе с санузлами с прихожей на вот это все то что мне кажется не всегда считалось раньше по крайне в наших странах и это все квартира на продажу быстренько напомню как работает вообще продажа в швеции но пока мы будем смотреть скрин моего экрана с сайта недвижимости я буду еще рассказывать как все работает комментарии какие-то давать по недвижимости и так далее но обычно это работает так что продавец нанимает маклера это не обязательно но это очень удобно маклер берет обычно очень приличную сумму от 5 до 10 тысяч евро но как правило в большинстве объектов он минимум на эту же цену увеличивает тебе цену на жилье и упрощает тебе жизнь и все эти страховки и как покупатель всегда приятнее идти через маклера говорю я который мы продавали покупали вы выставляете квартиру на торги и обычно есть какая-то начальная цена за которую продавец готов продать квартиру она не фейковая какая-то слишком низкая раньше делали и так то есть совсем низкую цену ставили чтобы привлечь людей и давай чтобы они вот у тебя пошли наверх между собой на торгах набивать цену нет сегодня если у тебя цена заявлено ты не обязан но ты ожидаешься быть готовым продать за нее ты никогда не обязан продавать ты можешь самый последний момент даже если у тебя уже на повысили цену всегда можешь потом отказаться пока контракт не подписан ты можешь решить не продавать то есть тебя никто ни к чему не обязывает но эта цена должна быть очевидно нормальной для тебя та с которой торги начинаются что сейчас происходит с рынком жилья в швеции во время короны сначала он немножко упал прошлой весной квартиры серьезно упали было очень сложно продавать квартиры дома как бы так люди немножко приостановили свои траты думали что многих уволят на самом деле у 60 процентов шведов благосостояние выросло за счет корона возможно потому что они никуда не поехали вложили деньги в фонды вместо этого биржа в швеции выросла я не знаю но конечно же многие люди потеряли работу их очень сильно потрепало во время короны но статистика говорит о том что у шведов благосостояние большинство выросло и многие сегодня покупают дома потому что ты понимаешь что ты не надо уже ездить в центр и после корона не надо будет ездить в центр работать многие работают из дома даже те у кого реальные офисы все еще остались они все равно будут наверняка миксовать работу из дома не из дома поэтому сегодня многие вкладываются в свое жилье и поэтому цены пошли наверх вот чуть-чуть первые месяцы корона не приостановились потом уинг наверх дома очень серьезно выросли дома просто горячие пирожки квартиры меньше но тоже выросли давайте без лишних слов пойдем смотреть в старом городе с которым на начнем квартиру мы начнем с центра и пойдем на периферию она кстати не в очень хорошем состоянии вы меня все спрашиваете чё что вам показывает что конфетки то ну во-первых не только но аその в швеции принято продавать квартиру хорошем состоянии если тебя в плохом состоянии квартира тебе выгоднее и отремонтировать и продать чем просто продать потому что денег ты заработаешь больше, даже учитывая цену ремонта. Но не все готовы идти на это, потому что это головная боль. Поэтому можно встретить вообще не отремонтированный в ужасном состоянии. Но это скорее исключение, это скорее редкость. Поэтому давайте посмотрим. Вот в старом городе совершенно обычная квартира есть. Итак, ребят, мы в Стокгольме. Вот, давайте я отодвинусь. Карта Стокгольма. Давайте начнем со старого города. Я убрала квартиры, которые меньше 90 квадратов. На самом деле на продажу намного больше квартир, чем те вот эти вот значки, которые вы видите. Квартира на самом верху. Давайте посмотрим. В ней 91 квадрат. Здание 1600 года. Обожаю квартиры в старом городе. Цена 9 миллионов. По идее, эта квартира должна стоить дороже. Но она в не очень хорошем состоянии. Давайте посмотрим ее. Что очень необычно для этого дома, то что у них огромный сад. Для старого города он огромный. То есть реально приличная. Трава, несколько мест для гриля, много деревьев. Это самый большой двор. Колодец, но он настолько большой, что он не колодец. В старом городе, конечно же, зелени мало и дворов. Их надо еще поискать. Это прямо огромный плюс. Вот какой двор. В старом городе он единственный такого размера. Вид из окна прямо на крыше. Так интересно, я как гид отмечаю разные же мелочи все время. Во-первых, посмотрите в центре фотографии с домами. Там какая-то крыша, прям маленький домик, видно на два этажа. А рядом с ним все высокие дома. Потом обязательно будут фотографии с улицей, какие-то детали, детали двора, детали цветущих деревьев. Хотя к квартире, по идее, это мало отношения имеет. Но это очень будет влиять на цену. Теперь давайте посмотрим саму квартиру. В Швеции обычно продают квартиры без мебели. Но мебель обычно присутствует во время продажи из-за того, что на смотрины приятнее приходить, когда квартира меблирована. Легче себя представляешь в этой квартире. Легче понимаешь, как работает пространство. Посмотрите, вид прямо на соседнюю крышу. С одной стороны, дикость. Вообще нету вида. С другой стороны, это очень мило, вдруг Карлсон прилетит. Это квартира без мебели. И она в не очень хорошем состоянии. Может, увидели на первой фотографии, там пятно на полу было. Здесь посмотрите на потолок в большой комнате, он в трещинах. Посмотрите на плинтусы, они ободраны. То есть фотографии-то приличные, да? Профессиональный фотограф фотографировал. Но посмотрите, пол пятнистый. То есть здесь нужен полный ремонт. Возможно, только косметический. Посмотрите, какой красивый пол. Наверняка этот пол всего лишь просто отшлифуют. Но посмотрите на обои. Наверняка это была спальня, где, наверное, пожилой человек очень много времени проводил. А вот интересный момент, что сегодня квартира, которая под крышей, мансардные этажи, они очень популярны. Там часто делают большие пентхаусы. А исторически это самые дешевые квартиры были раньше. То есть господа, либо те, у кого есть денег побольше, они обычно на первом, втором этаже. Ну не на первом, который у земли, а по-европейски первый, который по-нашему второй. Второй, третий этажи это для людей, у которых есть достаток. А высокие этажи это либо для прислуги их, если целиком их дом, либо если это съемная квартира, то обычно наверху жили люди победнее, потому что там холоднее, потому что там обычно ниже потолки, потому что не было лифтов, надо бегать все время. Ну посмотрите, какие виды все же из окон. Хоть и кухня совершенно простая, но там везде видны крыши. И немножечко этого района еще. Наверное, все, кто были в старом городе, сейчас узнаете. Вход в само здание. И планировка. Планировка, посмотрите, какая кривенькая, потому что дом очень старый. Все перестраивалось понемножку, что-то менялось. Представляете, за 400 лет вот так немножко все сдвинулось. Итак, у нас здесь есть две изолированные спальни, соврум, две гостиные. Я думаю, одну из них тоже можно в спальню переоборудовать. Либо в столовую. Кухня небольшая, два туалета. Один из них с душем. И, кстати, есть отдельная маленькая кухонька. Посмотрите, в правом нижнем углу. То есть, по идее, одну из спален можно сдавать отдельно. Видите, два входа у квартиры. То есть, спальню с маленькой кухонькой и одним из туалетов можно сдавать. Это будет ваш ежемесячный доход. В старом городе это сложно переоценить. Ну что, ребят, пошли в следующую квартиру. Вот Стокгольм наш. Мы отодвигаемся. Идем в Сольну. Это один из хороших, недалеких пригородов. Следующий район это будет Сольна, Росунда. И вот она, наша квартирка. У нее терраса прямо на земле. То есть, это как раз первый этаж, который ground floor. Который, то есть, по-нашему первый. Она стоит 7 миллионов. То есть, 700 тысяч евро. У нее 100 квадратных метров. Всего два этажа в здании. Она на первом находится. Три комнаты. Это уже адекватная цена для этого района. Для такой квартиры. Потому что то, что мы видели в старом городе, конечно, это была достаточно дешевая цена. Она могла и в два раза больше стоить, если бы она была полностью отремонтирована, как пентхаус. Итак, во-первых, обычно первой фотографией вешают маклеры ту фотографию, которая привлечет больше всего. То, что является уникальным торговым предложением этой квартиры. У ТП этой квартиры – это замечательная терраса, как будто ты живешь в доме. В близком пригороде, да еще и в квартире – это редкость большая. Причем, смотрите, накрыт стол. Стоят приборы. Чтобы вы зашли на смотрины и прямо увидели себя во всей этой красоте. Представили, что прямо вот здесь вы будете приглашать гостей, накрывать на стол. Тут какие-то даже специи растут. Не удивлюсь, если специи принесены каким-нибудь стилистам. Так что, вот смотрите и, возможно, возьмите какие-то идеи себе для декора вашего пространства. Смотрите, причем из спальни выход на террасу. Мне это очень, кстати, нравится. Если бы я жила в городе, я бы какую-то такую квартиру себе бы нашла. Мне очень важно быть близкой к земле, к траве. Просто детали. Они могли быть сфотографированы где угодно. Ну, понятно, что они сфотографированы здесь, но они никаким образом не входят в цену, вот эти детали. Это просто вдохновение. Это просто, когда мы продаем квартиру, мы продаем не столько саму квартиру, сколько ощущения, мечту. А каждый человек уже будет там свою мечту устраивать. Гостиная. Видите, очень все светлое, просторное, простое. Но есть какие-то дизайнерские элементы. Но тут сразу видно, что дизайнер, стилист не работал с этой квартирой. Иначе было бы более гармоничное пространство. Например, на ближайшей стене висело бы наверняка какой-то постер или еще что-то. Обычно более гармонично получается, когда стилист работает. Поэтому я думаю, это сами хозяева сделали. Шведы редко приглашают стилистов, как правило, они сами все делают вместе с маклером. Но работа стилиста точно окупается на самом деле. Потому что это не так и дорого, а впечатление производится намного лучшее. Видите, какая фотография? Уть, так, из-за кустика. И сразу уже уютно получается. Опять фотография деталей. Просто детали, просто камушки у окна. Они не входят в цену. Но это нужно сфотографировать. Зато, видите, приближенная фотография подоконника. Чуть-чуть поцарапанного. Кухня очень интересная, очень необычная. Я так понимаю, что здесь какая-то тема йоги была. И ребята восхищались Востоком, кто здесь жил. Поэтому много индийских, индонезийских разных тканей. И такой немножко необычный выбор цвета на кухне. Все же шведы уж на кухне предпочитают монохром. Либо белый, либо черный, либо серый, либо какой-то зеленый. Но он должен быть одноцветный. Либо это будет какая-то винтажная, стильная кухня. Ну а здесь она немножечко отличается от обычных шведских кухонь. Что, скорее всего, плюс. Но покупать шведы любят самое простое жилье. Скорее всего, эта кухня продалась бы лучше, если бы у нее не было синих окон и синих створок на кухне. Потому что синими любой человек, кому это реально надо, может их сам сделать. Но большинство людей предпочтет не синие. Поэтому, когда ты делаешь квартиру, готовишь квартиру к продаже, ты стараешься ее сделать максимально простой, максимально подходящей для всех. Чтобы уже каждый человек там свою какую-то характерную черту добавлял сам. Видите, масло стоит. Оливковое одно, оливковое другое. Они закрыты. Это 100% было куплено только для сматрин. Так, ванная обычная, хорошая. Лет 10 ей, наверное. Может быть, меньше. Туалет. Все прекрасно. Очень хорошая квартира. Деревянные полы – это находка. Детали наверняка оригинальные, раз фотографируют. Здесь паркет. Здесь не деревянный пол. Но посмотрите, сколько света в спальне. Ну и выход прямо на террасу. Прихожая. Выход на лестничную клетку. В общем, все понятно. Давайте посмотрим планировку. А, вот двухэтажный дом и терраса вечером. По-моему, очень мило. Кстати, здесь много фотографий со свечками. Явно жили люди, которые любили такой уют. Ну а планировка очень простая. Посмотрите, две спальни, гостиная, кухня большая с местом для стола, один туалет и выход на балкон, который, в принципе, на террасе. То есть, квартире принадлежит только сама терраса, не сад. Ну, естественно, в саду они могут находиться. Они не могут там просто сажать что-то, копать или строить. Но находиться, например, пикник делать или если у них много людей, гостей, стол даже поставить, это совершенно окей. Ладно, пошли смотреть самую простую квартиру. Мы переносимся. Вот наш Стокгольм. Мы ходили на север. Теперь мы едем далеко на юг, далеко на юг в район Ношбори. Район Ношбори – это очень простой район. Много иммигрантов, намного меньше уровень дохода, уровень безработицы там такой достаточно приличный, но он очень красивый. Там очень много природы. Посмотрите, вода, озера, просто какая-то сказка. Там грибные места, но квартирка максимально простая, но она все-таки 100 квадратов. Смотрим. Вот так выглядит дом. Всего 3 миллиона, даже не 3, а 2 700. В центре Стокгольма однушка так будет стоить. Так, какого года дом у нас не написано здесь, но так вот на глаз, наверное, 90-е какие-то, а может быть и 80-е. Пошли смотреть. Здесь, правда, все максимально простенько. Обычная жилая квартира в пригороде, зато паркет, смотрите. Совсем маленькая спаленка есть, наверное, для ребенка. Еще одна спальня, обои из Баухауса. То есть, это как, ну, совсем простые обои, скажем так. Никаких дизайнерских идей. Просто как есть, так и продают квартиру. Просто убрали все личные детали. Там с подоконников, с полок, фотографии. Это принято убирать. Принято максимально освобождать пространство. Туалет. Все хорошо, все современное, чистое. То есть, прям заезжай, живи. Фотография маклера. Душ. Причем, видите, на первом плане стиральная машина и сушильная машина. Сушка. Третья спальня, то есть, трешка. Четыре комнаты, то есть, должна быть еще гостиная, конечно. Вид на соседние панельные дома. То есть, проще, наверное, просто вот жилья. В Швеции не то, что сложно найти, не то, что это совсем простая квартира. Это очень хорошая квартира. Есть очень убитые, намного в худших домах. Но я имею в виду более распространенное. Вот это вот качество жилья, в котором живет большинство людей. Единственное, что метраж, конечно, выше, чем нужно для обычной семьи. Гостиная, телевизор. Совсем все обычно, как у всех. Очень нормально, уютно. Мне очень нравится. Просто не нужен никакой ремонт. Можно прям въезжать и жить. И опять детали. Там кухня виднеется. Пойдем посмотрим, что у нас на кухне. Кухня не новая. Ну, я думаю, все печи и так далее достаточно новые. Но обычно такие кухни лет, наверное, 20 назад строились. Ну, 15 назад строились. Но все просто замечательно. Для семьи просто идеально. Посмотрите, сколько хранения. Наверху разные ящички. Все прекрасно. И эта цена, начальная 2,700, ее могут себе позволить, в принципе, ну, почти все, у кого есть работа. Ты берешь ипотеку. Обычно шестикратный годовой доход. Брутто. Средняя зарплата, это где-то 2,5 тысячи евро в месяц. Умножаешь на 12, сколько у нас получается? Около 30 тысяч. Ну, это небольшая зарплата. Многие в Стокгольме зарабатывают больше. Ну, допустим, 30 тысяч евро. Вас двое, значит, 60. Умножить на 6. Вам за 3 миллиона дадут ипотеку. А это стоит 2,700. Вряд ли она вырастет сильно в цене на торгах. То есть, просто чтобы вы понимали, если вы работаете даже кассиром или, не знаю, шофером автобуса, водителем автобуса, вы эту квартиру себе, скорее всего, позволить сможете. Если вы не одинокий человек. Но, с другой стороны, если вы одинокий, вам вряд ли нужна 4-комнатная квартира. Конечно, ситуации в жизни абсолютно разные. Но, если, повторюсь, вы оба работаете на постоянной работе, то, как правило, вот такую квартиру или хотя бы на комнату меньше позволить себе. Можно прямо вот с самого начала жизни в Швеции. Когда у вас набирается, ну, какая-то кредитная история есть, то уже вам может банк дать ипотеку. А, кстати, некоторые банки дают и без этого. Давайте посмотрим быстро планировку. И хватит. Четыре спальни. Посмотрите, какой кайф. Они, видно, перепланировку когда-то делали. Помните маленькую в самом начале? Совсем маленькую. Это добавочная спальня. И она совершенно маленькая, но ее можно использовать как кабинет. Или как для ребенка. Господи, я всегда делила спальню со своим братом в детстве. Я бы в любой спальне была бы счастлива одна. Так что четыре спальни, гостиная, кухня. Совершенно обычная, приятная планировка. Вот и все. Спасибо большое, что досмотрели. Я с вами прощаюсь. Переходите к девочкам в Эдинбурге смотреть их видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok